Их не больше 50 человек. В руках они держат пока плакаты, но готовы в случае необходимости заменить их лопатами. В Харькове, несмотря на рабочий день, люди вышли на пикет, чтобы потребовать от власти уделять больше внимания обороне города. В качестве примера обсуждают Мариуполь. Одни поддерживают, другие относятся осторожно. Я не знаю мероприятий, которые были бы проведены властями официальные для обороны города. Мне очень импонирует пример нашего города Мариуполя, который наши братья далеко от нас сейчас. Когда люди поднялись, собрались, рабочими отрядами, колоннами копают, защитные сооружения, получают инструкцию. Сколько бы ни было вырыто рвов метров, это все идет плюс. Это все против колорадского нашествия. То есть хотя бы одна штыковая лопата, которую ваша телекомпания возьмет, моя семья возьмет и выкопает один погодный метр, это уже хорошо. С Мариуполя уже пошли дополнительные поезда с беженцами и, к счастью, к сожалению, они едут в Харьково. Их тоже надо принимать и размещать. Если у нас сейчас такая же паника начнется в городе Харькове, куда мы поедем? Организаторы пикета – активисты Евромайдана. Они предлагают власти организовать учебу добровольцев на полигонах вооруженных сил, расконсервировать бронетехнику на складах области, произвести инвентаризацию бомбоубежищ, а также вооружить всех желающих встать в ряды самообороны и создавать партизанские отряды. Мы знаем, что эта тема волнует всех полтора миллиона харьковчан и более трех миллионов в области. Потому что реально сегодня от севера Луганска до Мариуполя враг прорвал кордон. Мы в 40 километрах от России, поэтому надо что-то делать. Просто сидеть дома и молчать мы не имеем права. В то время, когда пикетчики зачитывали свои требования, к ним вышел губернатор Игорь Балута. Он сказал, что рыть окопы и создавать партизанские отряды – это дело военных. И предложил патриотический энтузиазм направить в другое русло, например, на ремонт техники, которая прибывает из зоны АТО. Заместитель Балуты Василий Хама высказался более конкретно относительно рытья защитных сооружений. Это будет юмореско, если сейчас мы будем обсуждать и запишем на площади 50 человек, которые будут явно выявлены. Более того, поставят себя, жизни своих родственников под удар сепаратистов, которых просто легко выявить в этой ситуации. Понимаете? Но это безграмотно. Давайте мы не будем на эту тему говорить. Другое дело, что тот энтузиазм, который есть у наших общественников по поводу поддержания обороноспособности города и нашей области, его нужно использовать, но надо использовать его правильно. Есть же военные стратегии. Надо понимать с точки зрения военных, где рыть окопы, где ставить доты, где ставить инженерные препятствия и сооружения. Но это зависит от того, какими силами и средствами планируется обороняться Харьков. Что будет там, какие будут подразделения, какие у них будут задачи. Но это не удел гражданских. Тему защиты Харькова активисты согласились продолжить с командой губернатора в другом формате. Он их пригласил к себе на совещание. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.